приветствую вас дорогие друзья с вами павел и это канал ппк сегодня у меня на обзоре объектив для беззеркальных камер nikon z viltrox 85 миллиметров f1 и 8 как мы видим это довольно крупный полнокадровый объектив соответственно предназначен он для системы z целом сторонние объективы в последнюю очередь выпускают их для камер nikon видимо это объясняется невысоким спросом что же касается стоимости этого стекла то на том же алиэкспресс можно его найти примерно за 24 за 25 тысяч рублей объектив довольно крупный и увесистый то есть сейчас у меня под рукой нет 85 g серии g серия намного меньше и легче весе то есть этот объектив весит практически 350 грамм комплект поставки у него небольшой но достаточно приятный и соответствует минимальным требованиям то есть само собой у нас идут крышечки объектив также фирменный мешочек viltrox не такой плотный как у старых объективов nikon но тем не менее это уже лучше чем простая тряпка как в nikon z в том же 28 75 где буквально в платочек завернули объектив стоимостью 1000 долларов также у нас почти все объективы viltrox комплектуются блендами что же касается бленды то в целом она довольно неплохо садится но иногда бывают трудности с ее присоединением она здесь байонетного типа и соответственно двухсторонняя то есть ее можно использовать как в обычном режиме так и в походном объектив имеет довольно большую переднюю линзу диаметр ее под диаметр под светофильтра 72 миллиметра то есть светофильтра на это стекло будут достаточно дорогие что же касается качества сборки то здесь у нас латунный байонет дополнительной пылевлагозащиты здесь не наблюдается то есть уплотнительного кольца здесь нет также на 80 пятки нет никаких переключателей то есть у нас есть большое широкое ребристое пластиковое кольцо фокусировки она здесь электромеханическая то есть момент напрямую не передается и только при включенной камере на соответствующий мотор передается момент и только после этого нас осуществляется сфокусировка соответственно выключенном режиме это кольцо просто так ходит ходит она довольно плавно и туго слышно некое шелестение но в целом работает отлично лично я особо им не пользовался но могу заметить то что при съемке например на тот же z5 или z50 иногда бывает когда держишь объектив и чуть-чуть смещаешься пальцем то есть он на миллиметр буквально смещает это кольцо у меня автоматом в камере включается пикинг то есть он думает что я вручную фокусируюсь то есть это такой момент что здесь как бы нельзя взяться за объектив не ухватившись за кольцо фокусировки то есть я бы на их месте сделал его немножко поуже так как покупая автофокусный пусть и стороннего производителя объектив зачем нам пользоваться мануальным фокусом тем более такое широкое кольцо намекает на то что как будто мы должны часто им пользоваться соответственно одной из самых сильных сторон этого объектива является наличие широкой апертуры здесь у нас она 18 лепестков у нас 9 они не скругленные и выполнены наружу так сказать то есть у нас лепестки в обратную сторону вывернуты не на всех объективах это встречается но тем не менее есть такой момент они низко несколько кривоваты и в закрытой при закрытой дырке мы видим что у нас неровная колечка образуется неровный семиугольник в большинстве своем я это стекло использовал на nikon z50 потому что она прекрасно подходит для моих задач для портретов да мне приходится несколько дальше отходить но тем не менее я держусь на достаточно комфортном расстоянии от портретируемых я имею ввиду в репортажной съемке при этом 18 большая апертуре у нас позволяет снимать на довольно низких значениях iso и очень хорошо размывать задний план фр этого объектива на кропе становится 127 с половиной то есть у нас грубо говоря сто тридцать пятка что же касается резкости его оптических характеристик то поскольку это 85 миллиметров то дисторсию этого стекла минимальная также с винетированием особых проблем именно на этом стекле нет также преимуществом хочу отметить этим стеклом перед g серией до этого я постоянно снимал подобные съемки на 85 куджи иногда комбинирую ее полтинником 14 g и могу сказать что здесь абсолютно рабочая дырка на 18 более того она точно вещи и четче и поле по и по полю резкости и по четкости и по резкости картинки здесь она стопудово лучше чем на 85 g то есть 85 g после вот этой после 85 ки вилтроx мне прям кажется уже каким-то унылым ну не будем называть то о чем мы подумали но в общем унылым стеклом показалось то есть все познается в сравнении хотя в целом более или менее на 85 ки на z-объективах меня устраивала резкость но как только мы попробовали объектив чуточку лучше то мы уже понимаем что по 75 к была не так уж и хороша многие могут спросить что же у нас по фокусу значит 90 процентов снимков а я уже сделал несколько сотен портретов на это стекло осуществлялось с автофокусом по глазам по глазам вообще никаких не заметил никакой разницы между g стеклом через переходник и собственно этим сторонним стеклом прошивки стоят здесь предпоследние 21 года и здесь последняя то есть никаких промахов никаких затупов ничего не было если он глаз находит я нажимаю снимок у меня четкий снимок если он глаз соответственно не находит когда люди в очках и руки к лицу подносят но то же самое было и на g объективах то есть реально я не заметил что я сижу на стороннем объективе более того по цветопередаче по картинке это стекло меня также очень порадовало единственный несколько слабоватый момент у него не такие защищенные стекла то есть есть какие-то редкие моменты когда под определенным углом попадает свет в объектив немножечко в этой области такой ореол и слабого контраста но именно на 85 ки его проблематично поймать вот на 24 обзор на который будет позже с этим да с этим были проблемы здесь же в целом я реально не заметил разницы из минусов что могу отметить минусы здесь тоже есть она очень здоровая и тяжелая то есть к примеру что на z5 что на z50 за счет его длины и того что здесь у нас как бы идет получается пустой момент и потом здесь большая основная линза в группа находится то есть у нас сильно стекло перевешивает то есть даже сейчас я держу у меня кисть прям выламывает ее реально очень неудобно то есть даже двумя руками когда держишь этот вес ощущается и в рамках какой-то постоянной длительной съемки этот вес реально ощущается так или иначе идет нагрузка на руки и на кисти и так сказать прогулочным этот объектив уже назвать нельзя на западе на z5 то есть эта камера еще тяжелее и суммарно с этим объективом этот момент ощущается еще больше то есть переходник с 85 g был легче и я бы сказал правильно сбалансирован то есть там центр тяжести за счет переходника 200 граммового или сколько он там весит грубо говоря ну можно сказать условно на середине был здесь же у нас центр тяжести смещен вперед и за счет этого образуется рычаг который сильно изламывает кисть то есть возможно для тех кто не часто снимает и снимает свое удовольствие просто птичек и гуляет он скажет что вы как всегда все слабаки фотографы и тому подобное но если вы постоянно каждый день через день снимаете на весу подряд без отдыха даже если это всего лишь час я вам говорю о своих реальных ощущениях от этого стекла то есть если у вас рука от этого не болит вы молодец вы ходите в спортзал и тому подобное оптическая схема у этого объектива достаточно интересная 10 элементах в семи группах также у нас есть один низкодисперсионный элемент а также у нас есть линзы с покрытием на на мульти лэйр котен то есть так или иначе это все аналоги на на кристал код и тому подобным фишкам у других производителей по просветлению у нас здесь зеленовато и сиреневатое просветление типичных цветов вроде персикового как у никон здесь не наблюдается на z5 как я сказал поскольку сама камера тяжелее вроде бы центр тяжести здесь уже чуть более равномерный но тем не менее за счет общего увлечения веса все равно одной рукой эту камеру очень тяжело держать именно если мы говорим в рабочем режиме то есть если ее просто вот так повесить то да так намного легче что касается скорости фокусировки то в зависимости конечно от режима она отличается но я не могу сказать что она медленная я бы сказал что она чуть выше среднего то есть она не мгновенно это не 70 202 и 8 никоновский 2 версии но но это и не тормоз то есть меня на более чем устраивает какие-то моменты которые мне нужно было сфотографировать я без проблем делал что на эту камеру что на z5 что на z50 в общем объективом этим я доволен я думаю что его можно рассмотреть как альтернативу g-стекол если у вас не хватает средств на за доски оригинальные стекла то лично по мне предпочтительнее все-таки купить пусть и от стороннего производителя но за доски вил тракс чем сидеть на g-стеклах с переходниками с танцами с бубном и тому подобное основной минус я сказал что это вес то есть все остальное во всем остальном меня это стекло полностью устраивает особенно в своей рабочей реальной дырки в 18 все примеры будет как всегда по ссылочкам в описании вам спасибо за просмотр всем удачи и пока